Приветствую вас, дорогие братья и сестры. К объявлениям, которые раньше прозвучали, хотел бы добавить, что так как у нас будут выборы, и это касается членов местной общины 10 числа, просьба руководителей отделов нашей общины, разных отделов, подготовить небольшие отчеты, короткие отчеты о проделанном служении. Ну а сейчас давайте мы перейдем к нашему семинару, я бы так сказал, серии тем о благовестии, о том, как мы лучше, эффективнее можем свидетельствовать о нашем Господе. Вчера мы с вами размышляли над самыми распространенными ошибками в этом деле, а сегодня давайте мы затронем важную тему, такую, как призыв, или как принимаются решения. Как принимаются решения. Ну, кто-то может сказать, ну как принимаются, ну так и принимаются, принял решение и все. Но есть определенная закономерность в том, как люди принимают решения. И сегодня мы ее с вами рассмотрим. Ну, почему это важно? Когда люди не готовы принимать решения, и мы их будем призывать, то, скорее всего, они не примут никакого решения. И мы попадем в неловкую ситуацию, и результата не будет никакого. И может быть у нас даже возникнет такое чувство, что это не мое дело изучать с людьми Библию. Вот я все делал, вроде бы там что-то разговаривал, но люди не приняли решение последовать за Богом, поверить в Него. И поэтому это, видно, не мой талант. Нам необходимо распознавать, когда нужно делать призыв. Об Иисусе мы читаем следующее. С глубокой серьезностью Иисус наблюдал за переменами, происходившими с Его слушателями. Часто мы читаем в Евангелии, что толпы народа следовали за Иисусом. Толпы слушали Его. А Он, в свою очередь, наблюдал за переменами, происходившими с Его слушателями. Отрадно было Ему глядеть на лица, выражавшие заинтересованность и удовлетворение. Не все такие были. Помните, там часто были люди, которые хотели обвинить Его в чем-то, хотели осудить Его, но были и те, кто проявлял заинтересованность и удовлетворение. Когда, разрушив стену себя любия, стрелы истины попадали в сердце, ведя к покаянию и пробуждая благодарность, спаситель радовался. Взглядом скользнув по толпе слушателей, Он узнавал знакомых, и лицо Его светлело. Он видел многообещающих, подданных Своего Царства. Когда напрямую высказанное слово затрагивало почитаемого кумира, то по холодным, неприветливым лицам Он видел, что они не радовались свету. Видите, были и такие люди. Люди, отказывающиеся принять весть мира, вызывали Его глубокую скорбь. Мы уже с вами говорили в прошлом не раз, что нет какой-то магической формулы, которую мы можем воспользоваться и каждый человек обратиться. Даже когда Христос проповедовал, не каждый человек обращался. Мы читаем здесь о том, что слова Его вызывали холодность и неприветливое отношение к Нему. Поэтому мы видим, что Иисус наблюдал за людьми, когда следует призвать, кого следует призвать. В общем, если уже говорить конкретно, есть определенные стадии, которые человек в своем сознании должен пройти, прежде чем он будет готов принять решение. Четыре стадии в принятии решения. Во-первых, для того, чтобы принять какое-то решение, человеку нужно информацию получить. Познакомиться с тем, насчет чего ему нужно принять решение. Затем у человека должно возникнуть убеждение в том, что это правда, это правильно может быть. То есть это стадия, вот такая вторая, убеждение. Третья стадия – это желание. Желание. Не всегда убеждения бывает достаточно для того, чтобы принять решение. Наверное, вы встречали таких людей, вот я встречал таких людей, ну немного, но все-таки они встречаются, когда бывает вот жена верующая, муж неверующий. Она ему все рассказывает много, и он многое знает. И он убежден, что вера жены – самая правильная. Более того, где-то в разговоре с друзьями, там во дворе, может быть, или в гараже, или еще где-то, он отстаивает веру своей жены. Он доказывает, что это самая правильная вера. Но вместе с тем, он сам не ходит в церковь. Так у него нет желания. И действие – это уже последняя стадия, когда человек готов принять действие. И здесь нам важно распознать, когда же человек готов, чтобы призвать его. Потому что если он готов, ну тогда легко. Ты призвал, и человек уже принимает решение. Когда мы встречаемся с людьми, то мы сможем заметить, что они находятся на одной из этих стадий. Не все люди находятся на одинаковой стадии. Если мы сейчас говорим конкретно о христианстве, о Евангелии, то люди на разных стадиях находятся. Кто-то еще никогда не слышал о Боге, вот так по-серьезному. Может быть, так как у нашей страны атеистическое прошлое, да и во многом настоящее, то люди, ну слышат, Бог – это для них так, что это такое, вот из сферы религии. Они никогда не имели какого-то здравого разговора о религии. Для них это какие-то сказки, небылицы. И поэтому их призывать, последовать за Христом бесполезно. Они его не знают, они о Боге не знают ничего, так? Им нужно назвать, вот там вот объяснить, вернее, информацию. Кто-то уже имеет информацию, но у него нет убеждения в том, что это правда. Он считает, что это может быть что-то такое, какое-то вот, просто какое-то моральное вот такое учение. Ну люди себе так придумали, так? Ну раньше у нас была партия, там Ленин, там другие, они придумали вот какую-то философию, вот такую, коммунизм, да? Придумали такое вот, и они себе так в это верили, они стремились к этому. Ну и точно так же христианство. Это просто кто-то придумал, это очень интересная вещь такая. Вот, и философия просто. Но они далеки от того, чтобы поверить в то, что это действительно правда. Кто-то убежден, может быть, что это правда, но у него нет желания последовать, так? Ну почему нет желания? Обычно, ну не то, чтобы нет желания совсем. Такого, наверное, не бывает, что нет желания совсем. Когда нет желания, это значит, что просто есть какое-то большее желание. Если вернуться к тому же самому мужу, который хвалит веру своей жены и говорит, что это единственная правильная вера, так? И если я когда-то и стану верующим, то я пойду только в эту церковь, так? Ему не хватает желания. Почему? Ну потому что у него может быть желание побыть с друзьями во дворе и поиграть в домино и выпить кружку пива, что превышает желание последовать за Богом, хоть он и убежден, что это правда, так? Или может быть осуждение своих друзей, вот это для него какая-то вот такая трагедия, вот и желание угодить друзьям, желание быть в этом коллективе превышает желание последовать за Богом. Вот хотя на уровне ума он убежден, что это правда, так? Итак, вот такие стадии. И нам необходимо научиться распознавать, на какой стадии человек, так? Ну и я думаю, что это не тяжело будет распознать, если мы поговорим с человеком хотя бы несколько минут, мы поймем, чем он дышит, так, на каком этапе он находится. Хорошо. Ну и предположим, ну человек находится на самом первом этапе. И мы с вами в нашем исследовании уже коснулись того момента, когда человек хочет изучать Библию, так? Ну что-то вот где-то вот он хочет познакомиться, он хочет воспринять эту информацию, он находится на стадии информации. Нам необходимо представить ему информацию. Я не буду очень много говорить об этом, потому что мы уже говорили в прошлых наших темах об информации, но все-таки следует отметить, так, какая должна быть информация. Во-первых, она должна быть библейская, так? Мы вчера размышляли, одна из ошибок – говорить обо всем и не говорить о Библии, так? То есть должна быть библейская информация. Вот. Она должна быть достаточная, достаточная, чтобы не вышло так, что мы сказали человеку два слова, он еще толком ничего не понял, а мы его уже призываем – последуй за Христом, так? А у него нет никакого убеждения, он абсолютно недостаточной информации получил. Следующая, она должна быть понятная, понятная. Здесь нам необходимо смотреть, на каком уровне человек находится, потому что, ну, разное интеллектуальное развитие, оно предполагает подачу Евангелия на разном уровне, так, чтобы это было понятно людям. Нам всегда следует говорить просто, где-то прибегать к иллюстрациям, часто Иисус прибегал к иллюстрациям, так, чтобы объяснить какую-то мысль важную. Итак, информация должна быть понятная. Она должна быть последовательная. Мы отмечали уже не раз последовательность уроков, последовательность тем, так? Потому что, по сути, вот восприятие Евангелия, вообще истины о Боге – это как нанизывание бусинок на нитку. Вот, одна бусинка за другой, одна за другой, тогда будет красивое ожерелье. Последовательное, так? Логичное, логичное, так? То есть, самое логичное, я заметил, это открыть Евангелие в контексте исторической великой борьбы. Вот я замечал, даже проводя утреннее вдохновение в санатории, когда ты просто начинаешь первую тему с истории об Иисусе, истории, даже хорошие истории, люди как бы вот так вот смотрят на истину. Они не видят исторической перспективы. Они не могут понять вообще, что это за борьба. А почему Бог допускает, чтобы она была? Почему Он позволяет сатане орудовать здесь, на этой земле? И для них это просто превращается в хорошие такие истории, там, нравоучительные, поучительные. Но они не видят всей перспективы. И поэтому очень важно показать логическую связность. Дать ответы на самые важные вопросы. Куда смотрит Бог, так, что зло такое происходит в нашем мире? Почему Он допустил его возникновение? Ну и так далее. То есть она должна быть логичная. Она должна быть также практичная информация. Практическая или практичная. То есть связана с нашей жизнью. Связана с нашей жизнью. Мы с братом Иваном как-то работали на винограднике. И что-то я ему рассказывал. Он говорит, ну ты так говоришь, как будто это было на самом деле. Как будто это все в реальной жизни было. Ну да. А как же? То, что написано в Библии, это не просто какие-то истории, выдуманные для детей, чтобы им на ночь почитать. Так? Это настоящая история. Оно так было. Был живой Моисей. Было живое море, которое раздвинулось. Был Иов живой человек. Так? Все это было на самом деле. Часто люди не видят связи религии с повседневной жизнью. И поэтому, когда они выходят из церкви, то на этом вся религиозная жизнь у них заканчивается. И начинается, ну как говорят, реальность. Реальность. Вот. Религия не влияет ни на то, как у них семья устроена, как члены семьи друг с другом живут. Религия не влияет на то, как они работают, как они к людям относятся. Так? Но это неправильно. Так? Мы находим, что в Библии такого нет, оторванности такой. Ну и информация, конечно же, должна быть еще и подана. Так мы затронули вот эти пункты относительно самой информации. Но еще и следует затронуть подачу. Так? Это канал, через который эта информация подается. Но здесь очень много можно говорить, начиная от чистоты и опрятности, и одежды со вкусом. Так? Вот. И, конечно, переходя к самому главному, это с любовью ее подать. Так? Потому что можно так подать, как говорят, засвидетельствовать. Так? Как говорили, где-то я слышал, одна женщина шла в субботу в собрание, соседи копали там в огороде. Она говорила, копайте, копайте, все сгорите. Так, это засвидетельствовали, так, о субботе. Я не знаю, насколько это правдивая история, но даже если она вымышленная, она очень поучительная. Итак, библейская. По всем этим пунктам, давайте мы пробежимся, посмотрим библейские и духопророчества примеры. Так? Когда Иисус учил, то дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. То есть Иисус, когда предоставлял информацию, он ее предоставлял из Писаний. Он не просто выдумывал какие-то небылицы или что-то на ходу придумывал. Он обращал их к Писаниям и объяснял им Писание. Почему? Потому что Писания для них были авторитетом. Ну, хорошо известная нам ситуация с верийцами. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Для того, чтобы человек пришел к Богу, необходимо изучать Библию. Библию, это очень важно. Такой интересный пример из книги «Евангелизм». Проповедник «Эс» привлекает интерес многих людей к своим собраниям. Люди всех сословий приходят послушать его. Большая часть его проповедей состоит из библейских цитат. Он использует как можно меньше своих собственных слов. Поэтому, если слушатели восстают против того, что он говорит, они восстают против Слова Божьего. То есть, он вот так вот, Эллен Уайт, похвалила его за такую манеру проповедования. Информация должна быть достаточная. И мы читаем о том, как Иисус поучал людей много притчами. Он не просто рассказал одну историю, и они уже поверили. Мы читаем в Евангелии, что поучал их много притчей. Я использую слово «достаточная». Не слишком мало и не слишком много, чтобы не перегружать людей. Мы тоже вчера об этом говорили. Достаточная должна быть информация. Информация должна быть понятная. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Так, то есть, они поняли, о чем он говорит. До этого они приходили в синагогу, ну, так церковь у них называлась в то время. Они там слушали богослужения за богослужением, выступления раввинов. Они ничего не понимали. Они были запутаны, они Бога не знали. И тут Иисус пришел, и он начал говорить, им понятно стало. Он говорит, как власть имеющий. То есть, давая им достоверную информацию, подавая это уверенно. Мне было интересно, вот эта власть имеющий, что это значит. И вот Дух Пророчества в книге «Желание веков», комментарий «Прекрасная жизнь Иисуса Христа», основанный на Евангелиях, объясняет так. «Учение книжников и старейшин, холодное и формальное, напоминало заученный урок, так, зазубренный урок, когда ученик все четко повторяет, как в книжке написано, но, видно, ничего не понимает. Вот такое было их учение. Для них Слово Божье не было источником живой силы. Они подменяли его собственными доктринами и преданиями. По установленному порядку они привычно объясняли закон во время богослужения. «Божественная энергия не проникала ни в их сердца, ни в сердца слушателей». Просто они заученные какие-то вещи повторяли снова и снова монотонно. Это же часть богослужения. Это служение заключается в том, чтобы это все повторять снова и снова. И они не понимали даже, о чем оно говорилось. Иисус же, вернее, Иисус не касался различных спорных вопросов в иудаизме. Это бесполезно было об этом спорить, потому что те, кто спорили, были оба неправы. «Его делом было проповедовать истину. Его слова проливали яркий свет на учения патриархов и пророков. И Писание представало пред людьми новым откровением». Они его столько бездумно читали, а теперь вдруг раз смысл есть в этом всем. «Прежде никто не подозревал, что Слово Божье исполнено столь глубокого значения». Люди говорят, мы даже не думали, что там такое написано. У нас тоже сегодня есть, в нашем мире, в нашей культуре, есть какое-то мистическое восприятие Библии. И поэтому многие люди даже боятся ее читать. Многие заводят себе ее на книжной полке. Они думают, что она излучает какую-то энергию хорошую, такую ауру. Она как подкова над дверью. Она приносит счастье. Они, если открывают немного, они даже не вникают, даже не пытаются ее понять. И поэтому и не понимают. Иисус же проповедовал так, что такого не было. «Иисус обращался к людям на доступном им языке. Истина в его устах была прекрасной, потому что он излагал ее прямо и просто. Его речь, безупречная и ясная, напоминала бегущий ручей. Тем, кто привык к монотонным голосам раввинов, его голос казался музыкой». Монотонным голосам раввинов. «Он говорил очень простые вещи, но говорил, как власть имеющаяся». Что это значит, как власть имеющаяся? То есть, что это точно так. Это оно вот так, а не иначе. И это отличало его учение от всякого другого. Раввины рассуждали, сомневаясь и колебаясь, как будто Писание можно было истолковать один раз так, а другой совсем иначе. Может быть так, может быть здесь имеется в виду это, а может быть все еще раз другое имеется в виду. И люди запутывались. Для них Библия становилась какой-то мистической, таинственной, непонятной книгой. Когда Иисус говорил, все было ясно. «Слушатели изо дня в день все более и более запутывались». Это имеется в виду слушая раввина. «Иисус же, принимая Писание как непреложный закон, говорил с такой непоколебимой уверенностью, что Ему нельзя было не поверить. Он был ревнителем истины, но никогда не проявлял нетерпимости. Смотрите, как интересно. Ревнитель, но он не проявлял нетерпимости к другим людям. Словно продвигаясь к определенной цели, он рассказывал о царстве вечности. И в каждом рассказе представлял Бога». Мне интересно было, что есть такой совет, чтобы наши проповеди были христоподобными. Христоцентричными, я прошу прощения. У меня уже мысль дальше побежала. Христоцентричными. А у Христа они какими были? Богоцентричными. В любом случае, христоцентричными или богоцентричными, они должны быть о Боге. О Боге. Ведь Христос – это Бог. И в каждом рассказе Он представлял Бога. Иисус стремился освободить людей, ослепленных привязанностью к земным благам. Это понятная информация. Понятная информация. Практическая информация. То есть связанная с реальной жизнью. Видите, часто, когда люди проповедуют доктрины, 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 можно пророчество проповедовать, пророчество, пророчество. И люди часто не видят связи с практической жизнью. Так не должно быть. Такое дается описание, как Иисус проповедовал. Провозглашая приоритет вечных ценностей, Он отводил повседневным делам надлежащее место и не отрицал значимости земной жизни. Очень многим религиям, и в том числе христианским направлениям, свойственно какое-то пренебрежение к физической жизни, пренебрежение к потребностям человека, к нуждам его. Все это представляется как греховное. И люди постоянно живут греховно, и кушать хочется греховно, надо обгуздывать свое чрево. И нужно еще то, другое делать. Но ни в коем случае, если ты хочешь быть святым человеком, нельзя жениться. Ни в коем случае. Или замуж выходить. Люди как-то пренебрежительно ставятся к физической жизни. Они все мечтают о том, что будет какая-то духовная жизнь там вот на небе. Наконец-то. Но мы-то знаем с вами, что там нету жизни привидений. Там такая же реальная жизнь, как и наша жизнь. Небо и земля тесно взаимосвязаны. А тот, кто постиг божественную истину, будет лучше исполнять свой каждодневный долг, учил он. Так? Работать даже лучше будет. Будучи один с Богом, он вместе с тем признавал свое единство и с каждым человеком. То есть он переходил на практические темы. И вот в книге «Евангелизм» тоже хороший совет дается нам. Еще в 1908 году Эллен Уайт писала, сегодня достучаться до людских сердец труднее, чем 20 лет назад. Так? Можно приводить самые убедительные аргументы и доводы. И все же грешники, кажется, столь же далеки от спасения, как и раньше. Не только мы имеем трудности в проповеди. Эллен Уайт тоже имела трудности. Так? И проповедники той эпохи. И вот что она советовала. Служителям не обязательно читать проповеди, посвященные только доктринам. В каждой проповеди нужно найти место практическому благочестию. Так? Практическое благочестие. Как мы едим, как мы живем, что мы одеваем, как мы работаем, как мы вообще в практической жизни, как вот это все, что мы здесь в церкви слышим, влияет на нашу практическую жизнь. Итак, практическая информация. Информация с любовью, конечно, должна быть подана. Мы говорили об этом. И тоже интересный пример Христа. Даже в окружении злейших врагов. Вы, когда бываете в окружении своих злейших врагов. Я не знаю, бываете ли вы в таком окружении? Но как вы себя чувствуете, если бываете? Ну, вот ты чувствуешь, что тебе недоброжелательно к тебе относятся. Так? Оно как-то, но я замечаю по себе, хотя я не скажу, что я часто бываю в таких компаниях. Но иногда такое бывает. Даже пусть это будет не компания, а один человек, который, ты знаешь, тебя осуждает. И, ну, какое-то волнение возникает, так? Вот какое-то желание вот что-то ему доказать, так? И часто, когда мы испытываем вот эти чувства, мы переходим грань дозволенного. И мы начинаем как-то возбуждаться очень сильно, нервничать, начинаем говорить громче, начинаем говорить быстрее, так? Пытаемся доказать. И в конце концов, закончится тем, что мы пытаемся перекричать. Так? И в конце концов, даем им повод обвинить нас. Даже в окружении злейших врагов Иисус сохранял внутренний мир. Красота Его облика, притягательность характера и прежде всего любовь, которая выражалась и во взгляде, и в интонациях, привлекали к Нему всех, кто не был ожесточен неверием. Именно Дух милосердия и любви, который светился в каждом Его взгляде и слове, привлекал к Иисусу такое огромное количество людей. Страждущие, стекавшиеся к Нему, сразу чувствовали перед Ними верный и чуткий друг и старались постичь те истины, которым Он учил. Вот такой кроткий ответ, помните, в притче сказано, как-то усмиряет или смягчает гнев. Так? Или укращает гнев, так? Укращает, да. Но я думаю, что нам всем нужно учиться этому, как вы скажете. Я думаю, что ключ здесь, чтобы напоминать себе, кто этот человек, который так тебя не любит. Оказывается, он твой брат или сестра. Так или нет? По крови от Адама и Евы. Христос умер только за тебя или за Него тоже? Я заметил, что если я вовремя начинаю эти мысли вспоминать, то мне легче тогда любить этого человека и спокойно реагировать даже на то, что он, может быть, не согласен или по какой-то причине меня обвиняет в чем-то. Но если вовремя не остановиться, то очень легко эмоции захватывают, и тогда надо будет каяться после этого. Итак, информация. Информация. То есть мы излагаем библейские истины, мы излагаем Евангелие человеку. И вот где-то должны перейти на следующую фазу. Это убеждение. Убеждение. Но как человека заставить быть убежденным? Это нам не под силу. Это нам не под силу. Убеждение действует точно так же, как рост растений. Как сделать так, чтобы рассада выросла? Как, может быть, надо как-то за листья подтянуть и вот так, за ветки, как-то вот так, чтобы оно пошло. Поможет это или нет? Не поможет. Мы можем только создать условия этому растению. Можем не создавать, тогда ничего не выйдет. Но мы можем только создать, а дальше оно само будет расти. Убеждение приходит благодаря влиянию Духа Божьего. Мы не можем его вызвать. Мы можем излагать человеку информацию. И чем лучше мы будем ее излагать, чем большего мастерства мы достигнем в этом, тем больше вероятность, что человек поймет ее и примет. Так или нет? Если мы будем сбивчиво, как-то сухо объяснять, то человек не примет. Здесь очень важно поставить правильную цель. Видите, когда люди читают лекции или проповеди, то важно, чтобы они ставили правильную цель. Потому что часто люди ставят цель такую, ну у меня цель прочитать лекцию. Так? Но этой цели очень легко добиться. Так? Лекция начнется, закончится, и вы достигли цели. Так? Вы ее прочитали. Вот. Но это не цель. Цель лекции, цель там санатория, так, это чтобы люди поменяли свой образ жизни. Так? Если мы читаем о том, что нужно пить воду, то наша цель, чтобы люди начали пить воду. Если они не начали пить воду, значит, мы цели что? Не достигли. И здесь нам нужно анализировать, почему же мы ее не достигли. Так? Может быть, мы как-то сбивчиво объясняли, может быть, непонятно, может быть, сухо сильно, может, монотонно. Так или нет? Если мы будем видеть, что мы не достигли раз, второй, третий, четвертый, слушайте, может, у нас какая-то есть ошибка. Может, это мы не то делаем. Так? Апостол Павел, даже помните, Коринфянам писал, что мы безумны ради вас. Так? Мы выходим из себя даже ради вас. Так? Ну, как-то вот мы пытаемся донести вам истину. Итак, нам необходимо со своей стороны делать все наилучшим образом. Но убеждение – это то, что сама информация библейская, это Слово Божье, она способна вдохновить, убедить человека. Так или нет? И Дух Святой, Его воздействие. Так? Мы читаем о том, что Он, когда придет, обличит или убедит мир о грехе, о правде и о суде. Это действие Святого Духа. Ну, и помните, в разговоре с Никодимом Иисус объяснял, как это? Он сравнивал действие Духа с ветром. Так? Мы не видим, как Дух Святой приходит, но Его действие видно. Его действие видно. Как видно? В чем видно? Хотя мы и не можем видеть Духа Божьего, но знаем, что люди, мертвые по преступлениям и их грехам, осознают свою греховность и обращаются к Богу под воздействием Его Духа. Беспутные и беззаботные становятся серьезными. Жестокосердые раскаиваются в своих грехах. А неверующие обретают веру. Игроки, пьяницы, распутники становятся уравновешенными, трезвыми и чистыми. Упорствующий в противник Бога превращается в смиренного христианина. «Наблюдая подобные перемены в характере людей, мы убеждаемся, что преобразующая сила Божья полностью изменяет всего человека. Как ветер обрушивается со всею силой на могучие деревья, ломая их, так и Святой Дух способен совершить огромные изменения в человеческих сердцах. И смертный человек не в силах установить границы деятельности Божьей». Когда мы излагаем информацию, нам нужно помнить, что уже начинает формироваться убеждение у человека. Это не так, что вот мы будем неделю излагать информацию, а потом мы перейдем на стадию убеждения. Мы не должны так примитивно мыслить. Убеждение может начать формироваться на первой же встрече, на первом же уроке. А может его не быть и до 20-го урока. Поэтому нам нужно об этом помнить, нужно молиться, мы не одни здесь. И излагать принципы. Но какие есть признаки? Помните, на лагерном собрании у нас был брат Торрес, который еще очень много говорил об этом. Признаки. Признаки убежденности. Бывают позитивные, бывают негативные. Хуже всего, и это свидетельство о том, что нет убежденности, это равнодушие. Равнодушие. Человек никак не реагирует. У него никаких вопросов нет. Он ничего не спрашивает. Это говорит о равнодушии. Какие позитивные признаки? Это может быть радость. Так человек, вы мне целый мир открыли. Я столько нового узнал. Радость возникает у человека. Желание рассказать другим. Возникает. Личное применение. Он сразу начинает это все применять на практике. Слезы, может быть, радости. Участие. То есть человек начинает участвовать в чем-то. Я не знаю, в проповеди, в служении другим людям. Просветление на лице происходит. Может быть, мрачный, такой угрюмый человек, депрессивный. Просветление на лице. Проявление дружелюбия. Он и к вам в первую очередь, потому что вы принесли ему это. У него дружелюбие. И так далее. Вопросы человек задает. Ему интересно, он хочет знать. Он задает вопросы. Желание дальше изучать Библию. Изменение в образе жизни. Человек бросает курить или ругаться, может быть, или еще что-то делать. Возмещение ущерба. Если он украл что-то у кого-то. Он узнает, что Библия предлагает не просто Богу исповедоваться, а еще и вернуть тому человеку долг. Да еще и, может быть, больше вернуть. Мир такой душевный. Вместо беспокойства о будущем. Это позитивные признаки. Молитвы. Человек хочет молиться, хочет общаться с Богом. Но могут быть и неизогативные признаки убеждения. Это когда убеждение есть, но человек не хочет ему поддаваться. Он не хочет покоряться ему. Он где-то убежден, что это правильно, но у него нет желания это принимать, и он начинает противиться. Это печаль может быть. Помните, богатый юноша подошел к Иисусу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он ему объяснил, он сказано, удалился в печали. Отвержение. Феликса можно вспомнить такой был. Павел ему проповедовал, помните? Он говорит, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Иди теперь, потом тебя послушаю. Так и не принял. Отвержение и он на хороший пример здесь, так? Иисус призывает его идти в Неневию, он отвергает, он убегает фарсист. Так? Он отвергает. И потом он говорит, что убеждение у меня было, я знал, что ты этого не сделаешь. Я знал, что ты Бог добрый. Спор. Человек начинает спорить с вами. Это может быть признак убеждения также. Слезы, уже не радости, а печали. Желание избежать встреч. Не хочет человек говорить об этом. Избежать встреч. Я помню, я зашел к одной семье здесь в Сире. И муж этой семьи, там муж, жена, ребенок у них есть. Муж пригласил меня пообщаться. И я пришел, он встретил меня, вышел так ко мне. А жена сзади выглянула и раз, закрыла дверь. А я смотрю, ему самому неудобно стало. И мы стоим на пороге, так. А он говорит ей, ты что? Я его пригласил. Не надо! Ну, типа, стойте там. Ну, он все-таки там стучал, требовал, она пустила. Мы зашли. Ну, я смотрю, я говорю, давайте, может, я в другой раз зайду. Не, не, ну, он же хозяин в доме, так. Он пригласил. Я говорю, она мечется из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. Что-то она утюжит, носит эти вещи. Что вы пришли? Что вам надо? Я говорю, ну, муж ваш меня пригласил. То я пришел. Что вы ходите вот это по домам? Я говорю, ну, вообще, я говорю, мне радость доставляет изучать с людьми Библию. Вот я могу объяснить, что-то я смотрю, как у людей жизнь к лучшему меняется. Не надо нам что-то рассказывать! Так мы посидели. Ну, конечно, тяжело было что-то говорить, так. Нежелание видеть, так. Избегаем встреч. Злость даже может возникать у людей. Сопротивление, возражение, отказ от изучения Библии, негативные изменения в отношениях, бунт даже может быть, беспокойство. А что будет точно, так этого человека не будет мира. Потому что он в душе понимает, что он противится Богу. Нет мира. Раздражительность может быть. Но здесь еще можно этот список продолжать, как и предыдущий. Но просто некоторые идеи для нас. Разная реакция у людей может быть. Дух Божий проявляет себя различными способами в своем воздействии на разных людей. Один человек будет трепетать перед Словом Божьим под влиянием силы Святого Духа. Его раскаяние окажется настолько глубоким, что в его сердце возникает ураган чувств. И все его существо падает ниц перед обличающей силой истины. Когда Господь дарует прощение кающейся душе, она исполняется пылкой любви к Богу, искренне ворвением энергии. И тогда ничто уже не может подавить духа жизни, обретенного человеком. Но, с другой стороны, нет двух одинаковых людей, а потому и пути их обращения порой не схожи. Иисус воздействует на сердце человека, и грешник рождается заново к новой жизни. Часто души приходят ко Христу без сурового обличения, без сильных душевных страданий, без отчаянных мук раскаяния. Они взирали на Вознесенного Спасителя, они жили, видели нужду своего сердца, видели законность Его требований, слышали Его голос, зовущий следуй за мной. И они пошли. Это, может быть, с детства ходили в церковь. У них не было такого обращения, что вот был бандит, вот был гангстер на весь город, вот был наркоман, вот был там убийца, вот отсидел 10 лет в тюрьме. Обратился. Может быть, ходил с детства в церковь. Ничего такого, каких-то таких кричащих грехов не было. Но хотя человек все равно был убежден в своей греховности. И как-то вот так естественно он заключил завет с Богом. И Эллен Уайт говорит, что подобное обращение к Богу так же истина, а религиозная жизнь так же бесспорна, как и у христиан, испытавших мучительный процесс раскаяния. Но здесь нет разницы. Следующий этап – это желание. То есть мы изучаем уроки, мы не только излагаем информацию. Помните, уже начинает формироваться убеждение. Дух Святой действует и истина обладает силой взывать к разуму и здравому смыслу человека. Но вот нет желания. Помните того мужа, который хвастается верой жены, но сам не идет туда же. Нет желания. Помните, что если нет желания, то это о чем говорит? Что на самом деле желание есть, но только оно меньше, чем какое-то другое желание. Так или нет? Но не бывает людей без желаний. Это просто значит, что какое-то желание пересиливает. Вот тот же богатый юноша, так? Отошел в печали, почему? Потому что был сильно богат. Любил богатство больше, чем Христа и Бога. Так? У него, что у него, разве не было желания быть в Царстве Небесном? Так он поэтому и пришел к нему. Так или нет? Но у него любовь к богатству была сильнее любви к Богу. Вот в чем проблема. И поэтому, что здесь необходимо делать? Если убеждение, это больше происходит на интеллектуальном уровне, то желание больше на эмоциональном уровне. Эмоциональном уровне. И, кстати говоря, у грешного, падшего человека эмоции зачастую пересиливают в разум, в интеллект. Как часто, поддавшись на эмоциональное возбуждение, люди совершают совершенно нелогичные поступки. Так? Обратите внимание, что реклама практически вся направлена на чувства, желания человека. Так? Она пытается пробудить в них эти чувства. Представь себя перед таким телевизором, так? Разум что говорит? Денег нет. А чувства что говорят? А ты представь себя, как ты вот будешь смотреть футбол на таком телевизоре? Ну, так же денег нет. Возьми в кредит. Возьми в кредит. То есть чувства все равно начинают брать вверх. Так? Вот. Сколько так машины мужчины покупают. Так? Потом банк продает это все. Вот. Квартиры люди берут. Какие-то вещи, там, технику какую-то. Потом банк все забирает. Потому что реально не с чего это все покупать. Вот. Поэтому люди в мире, рекламщики, знают, как продавать. Как возбудить у людей чувства. Ну, мы, как адвентисты седьмого дня, мы известны тем, что мы не любим возбуждать чувства людей. Так или нет? Вот. Но мне кажется, часто мы перегинаем палку и впадаем в другую крайность. Вообще забывая о чувствах людей. Так? И проповеди становятся тогда такими сухими, монотонными. Вот. И мы взываем к разуму. Так? Но мы не можем обойти чувства. Потому что именно благодаря чувствам люди принимают решение. Одного умственного убеждения недостаточно. Чувства побуждают нас принимать решение. Поэтому здесь ключик не в том, чтобы избегать эмоций, а воздействовать только на разум. Здесь ключик в том, чтобы и то, и другое задействовать. И то, и другое задействовать. И мы находим, например, как люди переживали это. Потому что в любом случае, когда человек затронет такие темы, как суббота, или чистая и нечистая пища, десятина и так далее, у него обязательно будет внутренний конфликт. И у него обязательно возникнет желание не делать этого. Апостол Павел, вспоминая о своей прошлой жизни, говорит, что он держался своей религии. Но потом говорит, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел счетую. Да и все подчитают счетую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. То есть, где-то он переоценку сделал. Ему его богатство, членство в Синедрионе, такое хорошее устроенное положение в израильском народе было дороже того, что там Христос ученики его делали. Он не понимал еще даже того. Но потом, когда он узнал, он все говорит, я это почитаю за ссор. Я здесь написал «выгода», может быть, слово такое для кого-то нехорошее, но вместе с тем, есть ли какие-то выгоды, когда мы избираем Бога. Мы часто говорим, что примите самоотречение, примите лишение, примите безвкусную, безрадостную жизнь. Как бы так вот оно звучит. Но на самом деле оно так. Нет. Есть ли в жизни христианина радость? Да, конечно, есть. Она может быть не такая бурная и какая-то вот такая нелепая, как вот эта земная радость, но она наполнена радостью. Так или нет? Да. Иисус часто призывал людей сравнить вот эти желания, которые у них есть, и сделать правильный выбор. Нет никого, он говорит. «Кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и в веки грядущем жизни вечной». Это, помните, он говорит, после того, как богатый юноша отошел, и все ученики сказали, а кто же тогда может спастись? Он говорит, да что вы боитесь, так? Нет никого, кто оставил бы и не получил. То есть он говорит, что вы будете, это правильный выбор, это выгодный выбор быть с Богом, если хотите. Еще он призывал такими словами, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Сиюминутное греховное удовольствие, какая-то беззаботная жизнь, вроде бы сулят человеку какое-то приятное ощущение. Но поставьте все в перспективу вечности. Когда Христос придет, что будет значить тот грех? Чем он вас будет так привлекать? Да вы тогда скажете, да какой я был глупец, зачем я это делал, почему я отвергал эти истины? Зачем я формировал у себя привычку греховную? Я вспоминаю, как брат Лоуэл Харгрейвс проводил программу в Виннице когда-то, и он такую иллюстрацию давал, что «Представьте себе, небесный Иерусалим, так он читал Откровение, 20 главу, как он опускается сюда, к земле, стены его из чистого золота, прозрачные стены, и вот вы стоите за стенами города, а ваша жена и ваши дети стоят там. Скажите, это пустое воздействие на чувство? Нет, это не пустое воздействие на чувство. Это реальность. Потому что такое будет. Так или нет? Такое будет. Будет такое, что жена и дети там, а муж тут. Родители там, а дети тут. Так или нет? И об этом нужно говорить. Конечно, если проповедь только на этом построена, и нет никакой пищи для разума, то это может быть какой-то эмоциональностью такой. Но воздействуя на разум, нам нужно воздействовать и на чувства людей. И здесь нам очень важно, вот то, что сатана раздувает вот так вот прелести греховной жизни, нам нужно их свести к минимуму. А то, что сатана пытается как-то замять вот так вот, те истины Божьи, нам нужно их раскрыть, распечатать, развесить эти плакаты, если хотите. Так или нет? Чтобы оно было все правильно, в правильной перспективе поставить это все. Это такой закон, или закон не закон, а такой подход, мини-макс. Мини-макс. Я помню, когда нас учили в школе евангелизма. Мини-макс. К минимуму свести все удовольствия этого мира и к максимуму показать все преимущества христианской жизни. Вот это желание. Какая выгода может быть? Есть ли какая-то выгода быть с Богом? Это мир с Богом, так или нет? Это внутреннее спокойствие. Это прощение грехов и чувство вины, избавление от чувства вины. Это Дух Святой, который дается каждому верующему человеку, так или нет? Истинная радость в жизни. Положительное влияние на других. Посмотрите на христианские семьи, посмотрите на коллективы, посмотрите на детей. И в конце концов, новое небо и новая земля. Вечная жизнь, так? Выгода. Вместо. Помните, это максимум, а это минимум, так? Вражды с Богом, беспокойство, чувство вины, одиночество, ложные радости, разлада в отношениях с другими. И в конце концов, вечной гибели. Вот такая реальная перспектива. Хорошо, в этот момент у людей часто колебания начинаются. Вот когда у них начинает где-то проскакивать желание уже, а может действительно за Богом пойти? Вот здесь вот начинается борьба такая. Вот ее нужно заметить. И как, ну что заметить, на что обращать внимание, так? Ну это может быть эмоциональное переживание человека. А могут быть и фразы некоторые. Нам нужно быть внимательными к ним. Человек может сказать, ой, этот шаг недорого обойдется. Ну пойти за Богом имеется в виду. То есть я работу потеряю. Может быть жена от меня уйдет. Муж бросит, там еще что-то такое. А этот шаг недорого обойдется. Здесь хорошо вот, как особенно вот для медиков, миссионеров, служащих в санатории, Эллен Уайт писала, что инструкторам и врачам нужно сделать свой разум кладовой библейских обетований. Так вот она выражается. Кладовой. Чтобы в такие моменты, когда у людей колебания, они вот-вот и хотят за Богом пойти, и что-то сдерживает их, поддержать их библейским обетованием, Словом Божьим, обещанием Божьим. Так? И вот здесь вот есть обетование. Так, этот шаг мне дорого обойдется. Вот. И в конце концов, обетования какие? Нет никого, мы только что считали, кто оставит там семьи, детей, так, друзей, и не получит в этой жизни в сто крат больше. Я не могу оставить свою церковь. Человек ходит в другую церковь. Так? Есть обетование по этому поводу. Я потеряю работу, если буду соблюдать субботу. Есть обетование по этому поводу. Я не могу зарабатывать на жизнь, не смогу, вернее, если буду соблюдать субботу. Есть обетование по этому поводу. Я встретил сопротивление со стороны семьи. Есть обетование. Есть кое-что, от чего я не могу отказаться. Алкоголь, табак, украшения и так далее. Есть обетование. Я боюсь. Есть обетование. Не сейчас. Так, я согласен. Я приму это решение. Не сейчас. Помню, хороший посланник евреям. Мы же не искалеблющихся на погибель. Так? Но с твоим твердо в вере. Помню, один брат принял крещение так. Он долго ходил в церковь. И долго колебался. Но потом этот текст дошел до него. Он говорит, да мы же в конце концов не искалеблющихся на погибель. И он принял крещение. Я жду своего мужа, жену, друга, чтобы мы сделали это вместе. Так можно не дождаться. Мне еще не все понятно. Мне тоже еще не все понятно. Вот. Мы будем вечно расти. Бог есть любовь. Он так или иначе спасет меня. Так? Это непонимание Божьего характера. Я не верю, что мне необходимо присоединяться к церкви. Я буду дома верить себе. Тоже есть обетование. И последнее. Я слишком стар, чтобы изменить свою жизнь. О, с этим очень часто встречаешься. Вот особенно в селах. Я уже слишком стар, чтобы что-то менять. Уже все. Я уже ничего не поменяю. Тоже есть обетование по этому поводу. Я буду ждать, пока дух не убедит меня. Вот это особенно верующие других конфессий. Как вы хотите, чтобы он вас убедил? Если в Библии написано, то как он еще может вас убедить? Так? Итак, это желание. Если люди начинают высказывать вот такие фразы, они могут говорить о... Вернее, не эти последние фразы, а перед этим были. Так что вот у них проскакивает уже желание. Кстати говоря, это они дальше пойдут. Призыв к действию. Какие сигналы готовности того, что человек готов к действию, что его можно призывать? Они высказывают, может быть, такие фразы. Я бы хотел, чтобы мой муж относился более благосклонно к тому, что я стану адвентисткой. Интересно, я потеряю работу, если попрошу выходной в субботу? Это говорит о том, что у человека уже созревает желание. Я хочу отдать вам десятину. Это говорит о том, что есть убеждение, желание. Мне нужно будет отказаться от курения, украшений и так далее. То есть человек начинает уже мерить на себя эту адвентистскую рубашку. Как он уже будет ходить к ней? Что мои друзья подумают обо мне? Как я могу быть уверенным, что Господь примет меня? Сколько библейских уроков должен пройти, чтобы быть готовым? Сколько времени потребуется для подготовки к крещению? Я не уверен, что имею достаточно сильную веру. Это говорит о том, что уже созрело. Созрело, можно этот плод срывать. И тогда осталось только сказать, как Анания Савлу сказала. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа и Иисуса. Вот, когда нужно призыв делать, а не когда человек еще не готов. То есть необходимо эти законы помнить. Петр тоже призывал израильтян. Помните, он во время Пятидесятницы объяснил им, что это такое произошло, что начали иными языками говорить. И в конце проповеди он говорит, «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав, сие они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Так что мы видим в этом вопросе? «Убеждение и желание». Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Вот призыв, вовремя призыв. И мы читаем о том, что многие люди присоединялись к церкви. Итак, казалось бы, просто призыв. Но вот нам необходимо помнить вот эти стадии, через которые человек в своем уме должен пройти. Это информацию он должен получить, убеждение должно созреть, желание появиться, и затем только нужно призывать его к действию. Действие. Хорошо. На этом мы закончим. Давайте будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эту возможность исследовать то, как проводить занятия с людьми по изучению Библии. Помоги нам, Господи, помнить это и использовать свои жизни. В имя Иисуса Христа мы молим Тебя, напомни нам и дай нам иметь практический опыт в этом. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok